Hello, my darlings! С вами Симона, и мы с вами сегодня начинаем новую игру, вообще новую, прям свежак, вышла позавчера, наверное, если посмотреть, когда я выложу это видео, наверное, позавчера она уже вышла. Мы как-то с вами проходили демку, если вы не помните, то здесь будет подсказочка у меня над головой, или лево от головы, слева, справа, короче, где-то там она будет. Вот, это значит у нас по Станиславу, Лему, Лему мы все знаем, наверное, многие из нас знают, любят, ценят, уважают, поэтому я думаю, по сюжету должно быть как минимум что-то интересное. Космос, я вообще обожаю, вы, как мне кажется, вроде мы с вами в этом сошлись, короче, предлагаю приступать. Если вы знаете, в Deliverous Mars нам казалось, что мы какой-то прям настоящий астронавт, я думаю, здесь мы вообще в натуре с вами улетим в космос, потому что здесь приблуд каких-то космических у нас будет вообще. Так, Стрекоза, небольшой исследовательский аппарат межпланетного сотрудничества с экипажем из шести человек, изучает отдаленные уголки космоса. Посетив и изучив множество планет, команда Стрекозы завершает исследовательскую миссию, однако по пути домой их ждет еще одно задание. Стрекоза такая милая, блин, такая... Несмотря на риск, так, Астрогатор, что такое Астрогатор, все, у меня уже сложности, Новик лично добывает редкий и чрезвычайно ценный минерал. Точно правильно прочитала, Астрогатор, не знаю, кто это, не знаю таких ценой сломанной ноги и значительной боли Новик добывает минерал. Однако происшествие с Астрогатором не мешает команде праздновать окончание цикла исследований. Для экипажа это было время большого успеха и единения. Довольные результатами, они прокладывают курс домой и отправляются на заслуженный отдых в камеры искусственного сна. И что-то идет не так, как мы с вами догадываемся. Где, где я? Ясно, это мы ясно. Ой. Ай, голова. Марит? Кто-нибудь? Так, движение. Так, а такой звук он будет всегда или у нас контузия? Наверное, у нас контузия. Ага. Так, удерживайте. Ага. На помощь вы здесь. Коваль. Ну давайте, база. База, говорит доктор, ясно. Нужна помощь. База, как слышно? У меня... Ну там, наверное... У меня тревожные симптомы. Когнитивная дисфункция, сильная боль в лобной доле. Ой. Дезориентация. Так. На первый взгляд, серьезных травм нет. Ну, мне от этого не легче. Я даже не знаю, как я сюда попала и где я вообще нахожусь. Нужная помощь, повторяю. Меня кто-нибудь слышит? Свяжитесь с экипажем. Здравствуйте. Приехали. А, вот какая-то штукень. Значит, левая кнопка мыши. Странно, она же через что-то и так сейчас пыталась связаться с экипажем. Не знакомец. Так, доктор. Вот дерьмо. Так, вы меня слышите? База, я что-то услышала? Приемник сдох на передатчик. Кажется, пока работает. Так что, они услышат нас или что? Ой. В баке целых 2 гектабара. На несколько часов хватит. Это воздух, правильно? Так, пропавший маяк. Черт возьми, маяк пропал. Где он? Поищите журнал миссии. Сейчас поищем. Посмотрите, сколько примочек тут. Это со всем этим надо будет взаимодействовать? Я не умею. Вот этот был в демке, я его помню. Ничего, так и знала. Мы все догадывались. Я здесь одна. Маяка тоже не видать. Так. Закрыть, видать. Опа. Ты прям значок, как из Стартрека. Что вы со мной делаете, черти? Посмотрим. Подставила меня. Подставила меня. Что? Надеюсь, она все подробно записывает. Разве не мы ясно? Это что-то я вообще... Подождите. А, изучить это, видимо, наверное... А, это приблизить. Ооо. Ооо. Мы на планете Регистрии. Что мне ни о чем не говорит? А с экипажем связи нет. Так что докладываю эту планету. Я не помню. Последнее, что я помню. Секунду. Мы завершили исследовательский цикл. Нас уже погрузили в искусственный сон. Но... То есть мы возвращались. Может, провал в памяти? Побочный эффект подавления метаболизма? Звучит. Ага. Ну, звучит. Звучит. Почему-то наш экипаж разделился на две группы. Первая разбила лагерь. Может, я была с ними и как раз направлялась в лагерь. Так, это посадочная площадка. Обе группы приземлились на одной площадке. Так. А, вот так листать. Когда он разрешает, тогда и листать. Посадочные аппараты. На планету приземлилось два посадочных аппарата. Нестандартный подход. Может, первый вышел из строя? Объект исследований. Первая группа исследовала океан. Без биолога? Странные дела. А другая группа, или только я, пошла по другому маршруту. А кто это все записывал? Ну, видать, у нее, да, просто провал в памяти. В направлении... Точно, я направлялась прямиком в лагерь. А может, все-таки я что-то не то выбрала? Задокументированная территория. Вы наверняка где-то рядом. Че? Эээ, подайте знак, я в пути. Все, не надо никаких знаков. Хватит сидеть сложа руки. Только я начала разбираться... Так, ориентиры. Молодчина ясна из прошлого. Не подвела. А, она к себе из прошлого обращалась. Похоже, с этим надо бы прекращать. Вычислите свое точное местонахождение. А у меня что, есть какие-то ориентиры? Ну, тут камни и песок. Что такое? Ну, вот это похоже. Эй, крокодил, ты где? Крокодил, ты где? А, ну вот он. Крокодил. Ну, прямо вылитый. Ориентир. Любопытная форма. И правда, похоже на крокодила. Серьезно? Один? Есть, нужен еще один. А-а-а, надо не среди этих трех выбрать, а новую точку нанести на карту по ориентирам. Дог. На Дога нифига не похоже. Ну, вот эту штуку я вижу. Я думаю, ее надо. Которую я назвала иглой. Ну да, потому что ушко, типа, вот это, да. Да, правда, похоже на ушко иглы. Я тоже своего рода астронавт. Ну? Докладываю, я установила свое местоположение. Пора в путь. Что-то от меня ждете? А-а-а. Так, ну пойдем. Найдите дорогу в лагерь. Крокодил. Обождите, что это за значок был? Я такой, я не знаю значок. Пес. Пес. Игла. Крокодайл. Подождите. А, ну правда на пса похоже. С этого ракурса похоже на пса. Это мило. А куда идти? Подождите. Вот карта. Я здесь. А куда я должна пойти? Анимация приколдесная. Так, ну допустим. Подождите. А вот эти вот... Вот это что? А, подожди. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Верни назад. Как бы мне понять. Ну, в кэмп. Ну, то есть мне надо как бы чуть-чуточку сейчас вот как бы левее. Ой. Мама. Короче. Чуть-чуть куда-то туда. Почему я так низко к полу нахожусь? Я сама маленького роста, но даже я так низко к полу не нахожусь. Когда иду. Ну вот, бег. Сейчас мы мимо крокодайла. Пройдем. Куда-то. Туда. А долго мы можем бегать? Я на каньоне. Я все-таки в каньоне. Ориентироваться тут не так-то просто. Надеюсь, что данным можно доверять. И что вы близко. Я надеюсь, это не чудный этот. Это не лава никакая. Это просто... Ага. Что надо нажать? Локатор. Вот он. О, локатор что-то засек. Вряд ли это кто-то из экипажа, но вдруг повезет найти маяк. Найдите передатчик при помощи локатор. То есть мне в лагерь уже не надо, да? А, ничего не надо нажимать. Просто подходишь, и она спускается сама. Это может быть не очень удобно, если я куда-то буду сильно бежать. Ну, давайте попробуем. Тепло, еще теплее. А, прямо тут-то что ли? Где-то прямо здесь. О! Вижу что-то. Найдите дорогу в лагерь. Ага, нашла. Поищите меня на локаторах. Окей. А что, как-то его можно же убрать, он уже не... Напевает. Мне нравится. Это что, твоя обычная пятница? Моя хорошая. Так. Я иду куда-то не туда. А, блин, опять мне надо... Почему она не на той... А почему я не приближаюсь к месту? Ух, да что ж такое. Ну, давайте туда. Что это такое? Песчаная буря. Ладно, идем дальше. Спасибо. На некоторых планетах такие бури продолжаются несколько сотен дней. Выход с территории. Мне не надо выход с территории. Ага, это не проход. Подождите. Следы остаются. Господи, как я обожаю такое говно в играх. Так, 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 так. Нифига. И такой широкий шаг. Она так низко к полу находится. И в нее такой широкий шаг, она как ходит. Интересно. Выход? Ладно. Времени и так мало. Действительно. Эм... Ну, я не могу. Выход с территории. Подождите. Я совсем ушла в другую сторону, да? Да, мне куда-то вот... Да что ж такое. Мне надо назад. И куда-то, наверное, вот налево, может быть, за вот этой скалой попробовать повернуть. Вы понимаете, это... Пора в путь. Да я иду в путь. Что ты пристала? Понимаете, это для меня новая планета. Я не очень ориентируюсь. Ммм, на этой пустынной планете есть вода. Ну, это, так скажем, как правильно написано, неизвестная жидкость. Вода это или не вода, это... Ммм, или другая жидкость, которая помешала развитию биоциноза. Восполнить запасы питьевой воды будет непросто. Нужно проводить испытания. Отфильтровать. Третье правило. Шо? Ничего не... Коваль, как дела? Пока порядок, говорит Коваль. Вы ясно проверяли, как раз собирались. Уже проснулись? Хорошо. Сознание до сих пор спит. Проснулась и готова действовать! Я уже пришла в сознание, все хорошо. Могу встать, не торопись. Иначе мне вас с пола поднимать. Так, попробуйте встать, не торопитесь. Доктор Горский выглядит так себе. Горский, как вы себя чувствуете, пока не вставаете? Неужели так сложно запомнить пару простых правил? Нужно ноги размять, совсем занемели. А как вы хотели, искусственный сон. Посидите немного. Нет, не могу сидеть, хочу вставать. Вот, держите и запомните. Третье правило. Да, помню, пить достаточно жидкости. Потихоньку. А как вам удается всегда быть первой, Морит? Вы всегда первая на ногах. Не знаю, как вам это удается. Дело привычки. После нескольких циклов креогенного сна, либо начинаешь привыкать, либо превращаешься в черепаху. Надеюсь, нам повезет больше. Коваль, поможете? Сейчас. Какого? Это не наша система. Кто-нибудь заметил, что мы не там, где должны быть? Коваль, не сейчас. Смотрите сами, доктор. Это не та планета. А как вы расчеты делали? Вам пока нельзя вставать. Сейчас я тут эту отвертку возьму. Коваль, прекратите. Говорю вам, мы не там проснулись. Да, да, мы слышали. Ты что-то знаешь, женщина? Довольно ясно. На хлебни. Экипаж Астрагатор. Встречаемся. Где встречаемся? Плохи дела. Посмотрим, но сначала вот. Держите и запомните. Пить больше воды. Это правило для всех нас. Так, это может быть... Найдите вот так. А ТАП тоже вызывает карту. Какая кнопка не вызывает карту? Все остальные, кроме М и ТАП. А что, нет какого-то типа журнал за да? Нет, это лишнее. Я и забыла. До что я дожала? А, Ф убрать. Угу. Угу. Прекрасно. Давайте, ладно, посмотрим еще раз на карту. Ну вот, видимо, тут у нас и написано задание. Найти дорогу в лагерь. Я пытаюсь. Что ж такое? По этой воде, если это не вода, по ней можно ходить? Она не разъест мне все. Ну, странно. Здесь же нет никакого прохода. Стрекоза? Кажется, я вижу наш корабль. Прямо на игле. Вы ведь не собирались без меня улетать? Ну, сейчас вы получите у меня. Без меня улетать. Ну нет, здесь нет никакого прохода. Мне надо, наверное, куда-то назад. Все, устала девонька моя. Все, не будем бегать. А, здесь нельзя подняться. Можно подняться только вот здесь. Так. Как же мне туда попасть? А, главное, куда? Вот эта вот планета огромная. Она не ориентир мне. Здесь я не могу залезть. Так, ну такое мы с вами тоже в Deliverous Mars проходили. Плавали, знаем. Что поблуждать по неизвестной планетке как бы придется, да? Так, ну вот отсюда мы, собственно, и начали. Ну, примерно. Примерно отсюда мы и начали. И решили, что нам нужно куда-то левее. И, собственно, мы здесь. Но мы вот сейчас... Мы сейчас смотрим прямо вот туда, куда нам надо идти. Не очень понимаю. А, можно... Можно прям с карты идти. Вот прикол. Не очень понимаю. Странно. Почему нет никакого прохода налево? Хотя мне как бы очевидно. Прямо налево и надо. Может, мне как раз надо вот в этот вот, где выход с территории? Она еще там около этого всего сказала, типа, не надо терять время. Все дела. Может, мне как раз... Ну, выход с территории. Нашла выход из долины. Дорога ведет в сторону лагеря. О, журнал обновлен. Ну, так это тап. Странно. А где сам журнал-то? Он мне открывает просто карту. Обрыв. Здесь не пройти. Естественно. А как? А как ты можешь пройти? Нет, ну смотрите. Нет, ну развернуться-то. Алло. Ну вот. Понимаете, он мне показывает, что мне вот туда. Вот прям туда. Ну вот туда. Вот. И что? Это вот я... Блин, и здесь никаких проходов не значится. А, вообще вот, смотрите, написано. Может быть, мне на... Может быть, мне наоборот, направо попробовать сходить. Да что такое? Почему? Ну почему на эскейп это не выйти как бы вот отсюда? Давайте попробуем направо сходить. В пропасть не сдуло, уже хорошо. Ну прикольно. Ну вот я не знаю. Это, может, меня просто очаровывает, потому что я реально очень люблю вот это. Вот это про космос. Вот это вот. Правильно? Я не знаю, не веду. Но я здесь поверну, и будет правильно. Как вы там мне написали. Все чудесно. А она прям знала, что у нее с памятью не очень все хорошо. И записывала на всякий случай. Да это не проход. Это не проход. Почему? Не понимаю. Не понимаю. Я как будто бы прямо очень, я как будто бы очень близко, но нет. Долго бегать, конечно, мы не можем. Вот я иду. Нет, давайте по вот этой куберим. Причем, как бы наша вот эта карта, она исключает иной, как бы, путь. На самом-то деле. Но как будто... Другого пути нет. Но он нам показывает по-любому идти сюда. Но там обрыв. Она не может ни запрыгнуть, ни припрыгнуть. Ну, конечно, она вся в амуниции. Как она до туда допрыгнет? Блин. Как-то это вот непонятно. Сейчас найдем. Еще раз попробуем. Может быть... Может, какая-то здесь еще подсказка будет или... Что-то в этом роде. Здравствуйте. Здравствуйте. Но я здесь не могу, да. Тут даже как бы... Тут даже как бы и вообще. Действительно. Что? Куда? Как куда покидать? Типа куда-то вот сюда? Куда покидать-то? Не знаю. Вы будешь? Мы сюда подходили и вам говорили, покинь. Я уже это все нажала. Здрасте. Ты там лежишь, спишь? Давайте попробуем. Да я не понимаю. Ну вот, есть какой-то проход за собакой. Может, там открыть какой-то другой проход? Я не знаю. А чего ты у меня не нажимаешься-то? Ты давай беги, мы тут и так блуждаем уже 300 лет. Найдите дорогу в лагерь. Сейчас попробуем пройти вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот тут мы, по-моему, да, сейчас пройдем. И посмотрим, что там за собакой. А мы сможем здесь залезть? А мы не можем здесь залезть. Что, у нас поезд ушел, получается, назад нельзя вернуться? Или можно здесь забраться? Фига, я думаю, нигде здесь нельзя забраться. Мы, по-моему, здесь же спустились. А почему забраться обратно нельзя? И здесь нельзя. Нет, назад нам ходу нет. Не понимаю. Главное, что мы нашли воду. Но мы... Что это было? Но мы не уверены, что это вода. С чем я нас всех и поздравляю. Я реально не понимаю, куда надо идти. Из этой локации нет выхода. Ну, сейчас я вот опять спущусь. И опять она, это... Потом не залезет. Окей, не знаю. Я уже все здесь исходила. Оплавать. А здесь, наверное, мелко. Куда бы нам пройтиться? Уже даже, мне кажется, карта не нужна. Нужно просто... Просто смотреть, где тут можно выйти. А выйти тут не можно нигде. У нас на игле. Это наша стрекоза. Как туда добраться? Ну, нам не к стрекозе, конечно, я понимаю. Ну, извини, пожалуйста, но ходишь ты пипец медленно. Поэтому ты будешь бегать. Извини. Извините. Что вот здесь? Вот что здесь делать? Почему мы такая низенькая? Выглядит все так, что мы как будто бы наши просто перепрыгнуть вот это вот не сможем. Потому что у нас вот эти камни, а дальше скафандр. Все. Ну, не скафандр, в смысле, а шлем от него. Господи. Как мешок с картошкой упало. Ты вообще точно астронавтка? Так. Что же делать? Ой, попробуем еще. Ага, здесь можно забраться. Это я помню. А, здесь тоже прохода нет. Спасибо, пожалуйста. Как здорово. А, и что? Слушайте, ну, по-моему, в демке мы тоже что-то с вами тыкались-мыкались. Но как-то совсем по-другому выглядела локация. А мы, наверное, были просто не в самом как бы начале игры. Мы, наверное, были... Мы же там какого-то уже и андроида нашли с вами. И там что-то уже такое, знаете. А если... Вон туда попробовать пройти. Пробежать. Потому что я говорю, ходишь ты вообще как черепаха. Не, я понимаю. Наверное, на этой планете какое-то другое давление может быть. Типа оно сильнее, поэтому... Сильно ее разбежишься ты такой. Ну, здесь тоже нельзя запрыгнуть. Ну, здесь нигде нельзя запрыгнуть. И проходов никаких здесь нет. Не понимаю. Спокойно. Спокойно. Ой, я нашла какой-то проход. Я нашла какой-то проход. Напевает. У нее ничего не случилось. У нее все прекрасно. Она себе песни напевает. Сейчас какие-нибудь горные тигры на нас нападут. Она песни напевает. Вот кто пьет из этой лужи? Радиоактивной. Возможно. Вполне себе. Я правильно иду? Хм. Если поблизости есть активные вулканы, выбросы пепла и сильные перепады температуры могли бы объяснить отсутствие флоры и фауны. Ага. Но ведь здесь такая идиллия. Да, вообще. Воздух, чистый небо тоже. Почва похожа... Латеризована. Может, не слишком плодородная, но явно не мертвая. А что тогда ничего не растет, если не мертвая? Я сейчас правильно иду? Здравствуйте. Ну вот! А что ну вот? Ну... Ну да. Можно сказать и так. Продолжайте идти в сторону лагеря. Спасибо, что подсказываете мне. Я иду в сторону лагеря? Я продолжаю идти в сторону лагеря? Или... Привычка. Вот просто привычка, что если нажимаешь на Escape, как бы не... Ну, не во всех играх обязательно выходишь в главное меню. Иногда просто выходишь из какого-то там режима определенного. Здравствуйте. Нет, ну я очень надеюсь на отсутствие горных тигров и всяких остальных, потому что я пока даже дорогу... Солнце, солнце, заходи, не надо. А, вот это вот я в демке помню. Притомились мои ножки. Опа! Тут по-типой лесной дорожке. Вижу лагерь! Чуть больше 400 метров по прямой. Меня кто-нибудь слышит? Я вас вижу! Нужно только спуститься. Край. Вилы. Край. Очень крутой склон. Здесь спуститься не получится. Тут бы канат закрепить, вот только у меня его почему-то нет. А здесь я тоже не могу спуститься. Круто вы придумали, конечно. Что мне говорит карта? Ну, говорит, что я почти вот прям на месте. А может быть в этой пещере где-то как-то можно это все обойти и спуститься где-то? Не так круто. Вот тут, например. Например! Ну, как вариант. Опа! Пологий склон. Наконец-то! А здесь я хотя бы не сверну себе шею. Ну, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Поехали. Да, вот именно. Надеюсь. Давай. Чего? Еее! Надо было хоть какой-нибудь камушек взять под попу положить. Ну, не камушек, а типа, знаете, какой-нибудь плоский камень найти. Так, я внизу. Отсюда кажется, что все не так уж плохо. Хорошо. Скоро увидимся. Продолжайте идти в сторону лагеря. Слушайте, такие полезные подсказки. Я прям даже сейчас это... Так. Мне прям очень напоминает Deliver as Mars, потому что все такое рыжие. И там был Марс, Марс типа тоже рыжий. Мне сюда не надо идти, да? Видимость могла бы быть и лучше. Может, стоит подождать? Я не знаю. Ты, астронавт, разберись. Вот только если буря усилится, тогда я вам уже... к вам уже не попаду. Мама, давай вот тут около камушек встанем. Рука-то откуда взялась? Я обосралась. Ты че, дур? Что? Причем ни анимации, ничего. Просто рука. Мама. Мама. Нам жопа, да? Я что-то неправильно сделала. Надо было по-другому делать. О, нет. Тихо, 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 тихо. Только не паникуй, моя девочка. Тише. Что произошло? Где? Что, я опять не нашла лагерь? Слушайте, этот лагерь... Он какой-то... На ходулях. Он вечно от нас... Ускользает. Этот лагерь. Продолжайте идти в сторону... А, лагерь. Невероятно. Я гораздо ближе к пункту назначения. Сколько же шло? Совсем этого не... А, она опять не помнит? Я что, опять отключилась? Вот это непонятно сейчас. Да, дети, если с вами такое возникает... То, что... Надо обращаться к специалисту. Ну, да, и как-то летать в космос не вполне безопасно. Так, нужно вернуться на стрекозу. Заберите меня. Нужно вернуться. Отправьте сверчка поближе к лагерю. Найдите место для посадки. Мне нужно вернуться... Мне нужно, как можно, быстрее вернуться на стрекозу. Ну, да. Попасть в лазарет. И провести полное обследование. Я согласна полностью, моя птичка. Только я не понимаю, куда мы направляемся с тобой. А! Это проход считается. Подождите, а как же я заберусь-то? Пропустите, пропустите, пожалуйста. Ну, вот я... Я пытаюсь идти в сторону лагеря. Сюда, что ли? Ну, ладно. А как я наверх? А как я наверх? Типа, говорит, все правильно, я иду. А как же? А, ну, видимо, вот так. Ну, да, видимо, очень высокое какое-то давление. Или как-то, наоборот, низкое. Ну, сильное, короче, поняли? Как на вулкане в Стартреке. Тяжело там ходить. Потому что она прям очень медленная. Так. Так. Фига, чё, магиом? Солнце, солнце, заходи. Спрячь за рожицей лучи. Притомились мои ножки. Топать по лесной дорожке. Почему ты? Руки опустились. Солнце, солнце, заходи. Экзо-спутник. Я тебя помню. Третий спутник Регис. О, понятно. А чё? А, опять. Флэшбэк. Астрогатор экипаж. Доктор Горский. Как раз вовремя. Есть новости. Есть новый набор данных. Отлично. Ага. Есть активность. Ага, 0,02. Нужно считать атмосферу. Углерод. Аргон, углекислый газ, метан, остальной кислород. Секунду, получается 16%? С такой концентрацией кислорода на планете должна быть жизнь. По меньшей мере микробы, но мы ничего не обнаружили. С этим разберемся позже. Давайте разберемся с данными зонда. Радиация есть? Практически на нуле. Иными словами, рай? Ни радиации, ни эндоспор, ни бактерий, ни плесени, ни вирусов? Ничего? Только кислород. Если на континенте нет живых организмов, то кислорода там быть не должно. Что если жизнь развивается на других континентах? Сомневаюсь. Инсоляция за пределами экваториальной зоны. Так, вы разве не подметили толщину полярных шапок? По меньшей мере 8, а то и 10 километров льда. Верно. Куда вероятнее, что жизнь сосредоточена в океане? Водоросли, скажем, вот только почему животные организмы, живые организмы не вышли из воды на сушу? Может, из-за проникновения радиации, сомневаюсь, если верить данным зонда, активность на сушу в этой части галактики чрезвычайно мала. Может, здесь иная особая эволюция, нетерпимая к засухе? Это бы объяснило некоторые отклонения. Надо заглянуть под воду. Сначала нужно понять, с каким временным промежутком мы имеем дело, видимо. Ну тут какие-то роботы. Март, геологический анализ готов? Робот, видимо, наш. Делать окончательные выводы пока рано, но мне кажется, планета довольно старая. К такому... Итак, яйцо как минимум. Да, и солнце здесь явно не молодое, практически красный кролик. Что среди по редким ископаемым формам жизни, такие подробные данные отсюда не добудем. Значит, придется спускаться на поверхность. Астрогатор, а что именно мы пытаемся выяснить? Ценность этой планеты? Сейчас это звучит абсурдно, но, уверяю вас, регистрия определенно представляет интерес. При всем уважении, Астрогатор, мне кажется, вы не говорите нам всей правды. Вы, как обычно, самопроницательность, доктор. Прошу простить мою немногословность. Для меня было важно сохранить беспристрастность исследования. Есть один фактор, из-за которого планета представляет для нас особый интерес. Альянс. Альянс? Альянс. Да, Альянс. А они здесь при чем? Дело в том, что они отправили сюда свое элитное подразделение, но ведь Кондор, насколько нам известно, находится в дальнем, что-то там. Речь не про Кондор. Непобедимый? Именно так, доктор, именно так. Стальной Левиафан способный производить миллиарды киловатт чего-то там, преобразовать их в энергетические поля, которые невозможно преодолеть, превращать их в разрушительные лучи горячее солнца, которые могут обратить целую цепь пыль на эту. Так, настоящий профессионал не лучший, не хуже нас. Но потенциале непобедимого сомневаться не стоит. А нам, как ученым, следует отстраниться от эмоций и символизма. Иными словами, не стоит пренебрегать фактами только потому, что они нам не по нраву, Коваль. Это ясно, но мы здесь вообще, особенно учитывая наш, скажем прямо, не самый многочисленный экипаж, у нас все равно есть возможность получить ключевое преимущество над Альянсом, невзирая на нашу численность, при этом не вступая в прямой конфликт. Это можно здесь поподробнее. Разумеется, все мы, мы покинем планеты, не покинем до того, как... А почему так быстро, вы говорите? Он еще далеко. Астрогатор, сколько у нас времени на спокойную работу? 13 дней. Стало быть, нельзя терять ни минуты. Похвальное рвение, Коваль. Доктор Краута, полное снаряжение требуется... Так, определено, также замечу, что надолго снимать шлемы крайне не рекомендуется. Концентрация метана все-таки выше безопасного уровня, дыхание на местной атмосфере снизит... Так, и у вас могут появиться симптомы, характерные для черепно-мозговой травмы, но не раньше, чем через час или даже два. То есть она в отключке, два часа было. Вот как. Доктор Горски программирует RT. Мэд Краута, подготовьтесь к высадке на поверхность, Коваль, вы тоже вылетаете рано утром. А как же я? Вы остаетесь на борту, доктор. Но, Астрогатор, никаких, но вы нужны мне здесь. Чем, по-вашему, биолог будет заниматься на регистрии? Тот же... тот же. Так, может быть, поставить скорость субтитров где-нибудь можно? Да, если мне приказали оставаться, то что я здесь вообще делаю? В натуре? Непонятно. О! Это все, кто-то стоит? Или что-то? О! Хвала небесам! Кто-то остался в лагере. А мы помним, кто там в лагере. Демку смотрели? Смотрели демку? Если смотрели, помните, кто там. Говорит доктор Ясно. Как слышно? Захожу на территорию лагеря. О! Есть кто живой? Вот, вот тут начиналась демка. Андроид, здравствуйте. Андроид! Стой, отведи меня к экипажу. Андроид, отведи меня к ближайшему члену экипажа. Андроид, отведи меня к людям. Найди людей-то, ё! Ты чё? Так, неисправен Горский. Вы не перенастроили его? Неисправен. Докладываю о неполадках с роботом. Он не реагирует на голосовые команды. Причина неизвестна. А в демке, по-моему, можно было что-то здесь доставать. Что-то щупать можно было. Уже нельзя щупать ничего. Так, ну мы так найдём. Без тебя разберёмся, понял ты? Вот здесь сидит человек. Вон он! Доктор Краута! Вы разве меня не слышали? Доктор, вы в порядке? А ты не видишь? Он говорит... Вот так говорит. Доктор! Очнитесь, прошу! Докладываю, нашла доктора Крауту. Начинаю первичный осмотр. Ой, там надо было что-то сказать. Ну я уже начинаю первичный осмотр. Уже и отлагательств, дела... Не терпит. Температура в норме, пульс тоже. Ситуация в норме. Ситуация это типа кислорода у нас щи. Физический доктор совершенно здоров. А умственно? Причемственно. Зрачки реагируют на свет. Следите за пальцем, реакция мгновенная. А чё такое с тобой? Я ещё в демке как бы была, знаете ли. Обескуражена. Так, что ещё с тобой можно сделать? А. Так, говорит база, как слышно. Приём. Позвольте. Ясно. Вы меня слышите? Астрогатор! Наконец-то! Я вас уже два часа слушаю. У меня приёмник сдох. Не нужно оправдываться, доктор. Я в курсе. Так, исправен, так что ваши отчёты я слышал. Вам пришлось нелегко. Подождите, пожалуйста, я сейчас подключусь. Капец, а доктор тут будет один теперь сидеть, да? Проверка связи. Раз, два, три. Раз, два, три. Слышу вас хорошо, доктор. Я правильно понимаю, что жизни доктора сейчас ничто не угрожает? Да, таков мой первичный диагноз. Но на речь он не реагирует. Нет. Каков ваш диагноз? Глубокий ступор. Могу пойти от обратного? Может, от... Давайте... Что с ним случилось? Возможно, это последствия психического расстройства или серьёзной травмы. Ну, это похоже на это. Однако он полностью здоров, как умственно, так и физически. Нет, слушайте, а шизофреники, что за пальцем, не умеют следить? Эпилепсию и хронические заболевания тоже можно исключить. Вряд ли эпилептика отправили бы в космос. Получается, он просто здоров. Напротив. С ним явно что-то не так, но хуже всего то, что я не понимаю, что именно. Я подготовлю лазарет. Но сначала посадочный аппарат. Что дальше? Его нужно немедленно эвакуировать. Разве его нельзя эвакуировать немедленно? Будет это так просто, я бы уже отправил сверчка. Найдите журнал, в нём должны быть важные данные о действиях экипажа. Нам осталось отыскать троих. А ещё вам нужно обозначить место для подготовки. Окей. Журналы. Найдите журнал миссии. Здесь кто-нибудь есть ещё? Я нашла доктора Краута. Я, кстати, фиг его знаю, по-русски его фамилия склоняется или нет. Так, журнал. Вижу журнал. У меня такой же. Так. Первичный анализ образцов. Присутствуют следы никеля, железа, бериллия и титана. Всё бы отдал, чтобы понять, что это. Теория. Миллионы лет назад гигантский никелево-железный метеор попал в атмосферу регистрии, расплавив поверхность. Нет, невозможно. Форма конструкции этому противоречит. Это не журнал миссии, но тоже пригодится. Доктор Краута вёл записи тщательно, как всегда. Что там? Там всё лохо. Я думаю, самое важное, это посадочные координаты. Ну, всё слышно. Записываю. 3, 16. Отлично. Будьте здоровы. Загружаю данные и начинаю калибровку. Так. Доктор Горский вышел за пределы исследуемого сектора на западах. Вероятно, он направился на металлическом, чего-то там. А это я уже прочитала. Убрать. Но мы же его с собой забрали. Вы ищите детектор? Да, секунду. Блин, это ещё такой футуризм. Вот какой футуризм себе представляли в 80-е. А зачем? Не понимаю, с чего бы ему не работать. Это довольно надёжный прибор. Вот только остальные надёжные приборы поблизости уже вышли из строя. Ясно, такая. Лол. И не поспоришь. Насосы! Мы не курим папиросы. Ну, короче, наверное, тебя надо убрать. А как тебе убрать? Или надо что-то нажать? Так, готово. А зачем тебе насосы? Тебе сказали найти журналы. Или это считается, что Меношен сказал, что это не журнал, но тоже пойдёт. Значит, типа всё, журнал нам не нужен. Тут, однако, какая-то буря начинается. Так, теперь робот, он не отвечает. Да, знаю. Я пытаюсь установить соединение. Я могу чем-то помочь? Поищите остальных, доктор. А с лагерем я сам разберусь. Починю железяку удалённо. Я позабочусь о Крауте. А почему вы так его называете? У меня есть всё необходимое. Какие-то проблемы? Не работает. Непонятно почему. В лагере есть релейный передатчик, так что сигнал должен быть достаточно мощный. Релейный передатчик. Может, он выключился? Ясно, что вы задумали. Секундочку. Я его сейчас найду. А что с остальным экипажем? Да, остальным помощь нужна больше. Краута в таком состоянии оставлять нельзя. Это интересный выбор. Кстати, по-моему, такой же выбор меня затруднил и в демке. Остальным нужна помощь или Крауте. Вот, сколько, как я изменилась с тех пор? Не знаю, не знаю. Выберу я то же самое сейчас или нет? Я не помню, что я выбрала. Ну, наверное, давайте... Если андробот не работает, Краута в таком состоянии оставлять нельзя. Он может себе навредить. Ладно. Вам виднее. Найдите передатчик в лагере. А я могу вот этой штукенью его найти? Или он только, типа там, живые организмы? Да, вот он меня ведет к Крауте. Понятно. Наверное, как будто бы все-таки... Все-таки склоняется его фамилия. Хотя пес его знает. Это что? Это передатчик? Нет. Не похоже на то. А может, что-то на карте есть? Не похоже. Это что? Это посадочная точка. Ай, 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 куда мне надо? А как должен выглядеть этот передатчик? А, вон он. Сломанный передатчик. У меня плохие новости. Наш сигнал слишком слабый, чтобы перезапустить остробота. Ни палатки с передатчиком не совсем. Он перегорел. Вряд ли это последствия песчаной бури. Сейчас-то неважно, доктор. В лагере должен быть запасной передатчик. Найдите его, пожалуйста. Вот таксоспасибочки. Что-то какое-то было. Кружочек. А, это вот отсюда кружочек. Где я вам найду запасной передатчик? Расставили их. Разбросали. Фиг знает где. А я ищи свищи. Здравствуйте. А, подождите. Ну, может туда пройти? Что-то запыхалось. Я даже shift не нажимаю. Вот теперь нажимаю. Так, ну тут... Это все не то. Туда нам вряд ли надо. Может попробовать вот здесь пройти? Я где-нибудь выйду. Может быть сверху. Вот эту я помню локацию. Я не могу отыскать запасной передатчик. Ладно, вернемся за ним позже. Наши ребята уже... А, я типа отказалась от этого задания? О, как? Подождите. А-а-а-а. То есть я теперь не могу вернуться. Вот прикол. Может быть, все-таки там что-то было на карте, а я просто тупая? Не знаю. Да что такое? Ладно, я пойду тогда остальных. Типа, знаете, я такая добренькая. Я очень хотела спасти доктора Краут, но... Ну, вот меня просто не пустили его спасать. Ну, понимаете? Это как вот и рыбку съесть, и еще что-нибудь сделать. Понимаете? Я вот такой человек. Я очень хотела. Очень хотела помочь, но... Сорян. Получается, я как бы и остальных спасу, и буду выглядеть очень светлым человечком. Я нашла место, которое отметил доктор Краута. Здесь никого нет. Как думаете, сверчка получится безопасно посадить? Думаю, да. А какого вам вообще размера? Так. Лучше места не найти. Что с точкой входа? 50 метров есть? Да. Здесь относительно свободно. Можете отправлять сверчка. Сверчка, сверточка, свер... Ну, в общем, там какое-то насекомое. Карта. Я карта, я карта. Это я карта. Ну, короче, попробуем. Попробуем не нажимать Escape, чтобы выйти откуда-то. Приближаюсь к месту проведения исследований. Пока чисто. Локатор, тишина. Кстати, что они там нашли? А, да, вы же не помните. Они нашли металлическую конструкцию, торчащую из земли. Вроде бы ничего особенного, но для пустыни это настоящий феномен. Выкопать артефакт не удалось, слишком громоздкий. Химический и спектрометрический анализ тоже, типа, ничего не выявили. Доктор Горский отправился выяснять, откуда он взялся. И пропал. И как выяснил, этого я не знаю. Вижу конструкцию. И что? О, что-то локатор. Вижу кого-то. А, точно, мы же в демке как раз кого-то нашли. И такие, о боже, что с тобой? Тут сейчас кто-то будет без сознания. Где? А, да, вон. Ой, не ежа. Слива лиловая. Так. Подождите. Нужно сосредоточиться на двух направлениях. В химическом составе воды и геологических раскопках. Геологический разрез измерения. Это заметки Марит. Видимо, она где-то поблизости. Осмотритесь там как следует, доктор. Слои осадочной глины с вкраплениями черно-красной субстанции. Негеологической, непланетной. Возраст по меньшей мере миллионы лет. Что за ужас утворится? Альянс космической коалиции. Штаб межпланетного сотрудничества. Космическое подразделение. Солнечная система. Уважаемая доктор Марит. Продолжая тему последней межпланетной конференции, мы хотели бы предложить вам ранг Астрогатор. Кто такой Астрогатор? Какой-то главный чел. В будущей экспедиции на обелиск 0303. В общем, что-то зачеркнутое 3. Ваш опыт и результаты, достигнутые в предыдущих миссиях, показывают вашу готовность. Ты знаешь, как читается этот значок? О, перечерт. Да я тоже не знаю. В предыдущих миссиях показывают вашу готовность сделать следующий шаг в космической карьере. Мы ждем вашего ответа после возвращения с текущей миссии. С уважением. Ген Пирк... Пирк... Ген Пирк... Сардр... Кто? Ген Пирксард. Командующий. Космическое подразделение. Наверное, космическим подразделением. Может. А может и не может. Убрать. Ладно. Где-то тут... Кто-то тут... По-моему, вот тут надо залезть. Если у нас, конечно, получится. Здорово. Я не могу здесь залезть. Здрасте, приехал. Интересно, вот эта водичка, это заскриптовано было? Может быть, вот здесь попробовать пройти? Да. Да че я не... А, я нажимала shift, да. Я даже не заметила, как я это делала. У меня просто мизинец в напряжении, понимаете? О, рюкзак. А где-то рядом и она сама лежит. Я близко. Но я ее не вижу. Вон она. Вон она. Она здесь. Я ее нашла. Марит, проснись. Проснитесь. Слышите меня? Слышите меня? Доктор Марит? Доктор Марит? Нет. Признаков жизни нет, говорит База. Что происходит? Нужно... Раз. Раз. Два. Она еще и этот, у нее забрала поднята. Ну же. Что? Что? Ни черта. Она мертва. Я не сдамся. Ну, может, она все-таки живая? Да я не сдамся. А почему? Доктор. Ясно. Нет. Довольно. Хватит. Так, можно ребра сломать человеку. Тоже хорошего мало. Блин. Астрагатор? Она? Она? Знаю. Доктор, ясно. Нам нужно найти остальных. Сейчас, минуту. Разумеется. А кто-то видел? Все будет хорошо. Все хорошо. А какое-то сохранение было? Я просто не знаю. Коваль следующий. Коваль следующий. Да. Он должен быть неподалеку. Вот, да. Сохранение. И давайте уже в следующей серии продолжим. Нет, ну прикольно. Захватывающе. Мне нравится вот этот вот, как сказать, вот этот футуризм, как будто бы вот, который представляли о себе в 80-е годы. То есть, немножечко приборы такие, как будто бы, у нас уже как бы не такое представление о будущем. У нас же немножечко уже как бы технологии скакнули, да? Мы немножко уже как-то по-другому себе все это представляем. У нас там какие-то прозрачные телефоны, зачем они кому нужны, непонятно. Ну, короче, вот это вот все, как будто дизайнер Apple делал. Вот. А тут все такое какое-то аутентичное, прикольное. Реально, как в фильме этого Тарковского, который не сталкера другой на букву С забыла. Солярис, вот. Короче, мне пока все очень нравится. Я немножко там запуталась в начале с картой, но я думаю, что это ничего страшного. В целом, мы с вами, вот, можно сказать, заново прошли демку. Ну, только уже такую полноценную, со всеми примочками, с всеми картами, с какими-то штуками, сюжетом и всей остальной штукой. Еще и поняли, что, оказывается, доктор Марит, мы ее не просто нашли, а, оказывается, еще и нашли мертвый. Не знаю, что с этим делать. Надеюсь, остальные... Надеюсь, хоть кто-нибудь жив или хотя бы может с нами разговаривать, а не как тот, который остался в лагере. В общем, свои какие-то мысли пишите в комментариях. Мне всегда очень интересно их читать. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok